Добрый день! И мы сейчас поговорим о том, как создать кисть из объектов. В данном случае это кисть-шнур, уже нарисованы объекты, и уже все разлиновано, все понятно. Очень похожий принцип на то, как мы создаем заливки, только в данном случае нам рапорт нужен не по всем четырем сторонам, которые будут между собой стыковаться, а у нас будет только полоска стыковаться. Соответственно, полоска будет идти слева направо. Вот таким образом. Вот это мы нашу кисточку планируем. Из нее нужно вытащить рапорт, который будет многократно повторяться. Здесь это уже все сделано. Смотрите, я обычно люблю делать рапорт следующим образом. Вот его сейчас будет видно. Удалю направляющие, они не нужны. Берем прямоугольничек с красным цветом контура, без цвета заливки. И нам нужно выбрать фрагмент, который будет повторяться. На что я смотрю? Я смотрю на эти верхние точки. Смотрите, от одной до другой. От одной до другой. Вот мы ее выбрали. Здесь по низу смотрим, что происходит. От одной до другой. Вот визуально вроде похоже. Вот эта часть вот здесь продолжается. Давайте проверим, как из этого будет формироваться кисть. Что для этого нужно сделать? То же самое, что мы делаем у нас в заливках. Берем наш прямоугольник. Помещаем его на самый задний план. Убираем у него цвет контура и цвет заливки. Выбираем всю эту красоту и тащим ее в кисти. Мы делаем узорчатую кисть. Говорим «Окей». Я согласилась с теми настройками, которые мне предложила программа. И теперь давайте посмотрим. Сейчас немножко сглажу углы, чтобы было более мягко. Углы жесткие получились сейчас. Чтобы не совсем прямая линия была, а все-таки она была витеватая. И вот на эту штуку попробуем применить нашу с вами кисть. Она получилась, видите, достаточно толстая. Давайте мы попробуем ее потоньше сделать. Так, имеются некоторые проблемы. Соответственно, давайте 0,25 ее потоньше сделаем контур. И повторим процедуру. Затягиваем ее в кисти. Окей. Давайте посмотрим, что у нас будет. То есть я цвет контура вот у этой штуки немножечко поправила. Так. Проверяем. Вот она получилась уже намного лучше. Вот такой шнурочек получается. Возможно, еще проблемы есть в самом рапорте. Ну, то есть вот этот уже шнурок, на мой взгляд, вполне себе приличный. Так, давайте посмотрим. Что это у нас? Просто линия, да? Одна линия. Так, а сколько у нас таких линий попадает? Возможно, нам нужно взять, например, две линии, убрать. И еще вот эти две убрать. Одну и вторую. Сделаем просто более редкий такой вариант. И вот эту удалим. И вот эту. Прорядила, да? Так, теперь все то же самое. Затаскиваем сюда узорчатая кисть. Там под ним остается вот этот прямоугольничек. Давайте посмотрим. Да, вот он, он поменялся более редкий. В общем-то, вот так. Смотрите, вот такие штуки получаются. Если чувствуете, что надо еще как-то рапорт поменять, попробуйте. Не знаю, давайте одну линию вот так уберем. Это же все можно пробовать и смотреть, как она будет себя вести. То есть, как видите, я имея одну и ту же основу, просто меняя, делаю. Не сильно поменялось, да, от того, что я убрала эту линию. Так, давайте еще одну попробуем убрать. Например, вот эту. Ну, это уже художественный такой момент, подборки, да, как вы хотите, чтобы выглядел ваш шнурок. Вот он пореже стал. То есть, путем вот этих линий можно сформировать, вот из одного рапорта, который у нас был, я просто немножечко там убираю линии, и вот оно получается по-разному. Это вот я на 0,25 толщину дала, а можно на 0,5. Вот он по-другому уже смотрится. Попробуйте сделать. Как видите, принцип очень простой. Основной момент это вот этот прямоугольничком выбрать рапорт, и этот прямоугольничек без цвета заливки, без цвета контура поместить назад. Потом все вместе выбираете, стянете в кисти. Вот у вас получится разная вариативность. Пробуйте сделать. Если что-то не получится, опять пишите мне. Будем разбираться, в каком месте затык. Ну вот, на вашем файле у меня все получилось, все замечательно. Жду вашу работу. Продолжение следует.